Привет всем, Лев на связи из Абхазии. Видео начинаем на территории пансионата Сосновой рощи. Сегодня поездка в Адлер. Решил вот так вот, начало видео такое сделать, чтобы тишина, знаете, сосны, тапецунские, красотища. Так что, что-то покажу. Какие-то моменты в течение дня буду снимать. Приятного просмотра. Первую половину дня совершенно безлюдно. Это вот Апатска. Можно традиционную национальную кухню заказать, отведать. Ну вот, как мне подсказывают в комментариях, весь, получается, пицунский мыс был раньше покрыт этими самыми пицунскими соснами. Ну и название пицунда, это в переводе тоже несколько видоизмененное слово, но тоже в переводе означает сосна. С генуэзского, если я правильно понял. В общем-то это символ этого географического пространства. Вот эти самые сосны. Здесь же по территории белочка скачет, бегает, вон что-то нашла. Приятно этих зверьков встречать. Красивая, шустрая, пушистая. Ну а в центре поселка Цитрусовый совхоз художник создает свой шедевр. Дом культуры, пожалуйста. Такая вот картина замечательная. Да, мы ехали, я увидела. Я видела бы вчера так. Конечно. Музыка. 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 огромная пробка мы с Гагра выехали а дальше вот вообще плетёмся плетёмся прям совсем движения нету больше получаса медленно-медленно плетёмся в сторону границы больше 40 минут пробки как раз стоим вот в даче Сталина холодной речки и здесь несколько чувствуется запах дыма просто стоим вот дошёл слух что там дерево упало на трассе едем вдоль скалы а тут вот видны следы пожара то есть и вот упавшее дерево впереди вижу которое отпиливали говорят что на машину якобы упало я здесь без интернета поэтому не могу точно сказать вон смотрите что огромное дерево вон столб свалился еще одно вон тоже вот эта часть леса вон тут все видно трава все сгоревшие и по обочине тоже видно вот этот пепел виден вдоль обочины что самое интересное дальше пробка затор продолжается вот к Сандрюшу подъехали пробка и дальше нас мучает до границы уже в общем-то не так далеко но стоим на часах 12.50 полдень фактически подъехали к границе 12.54 Абхазскую сторону уже прошли вот с моста съезжаем въезд в РФ 12.58 стоим у КПП российской стороны машин немного но правильно все видимо в пробке на часах час десять минут мы в россии граница полностью пересечена достаточно быстро ну и немножко адлера кольцо реки музым то и снова граница 5.40 на часах машин довольно много 6.01 вечера все еще стою у КПП 6.15 автомобильную границу в российскую сторону полностью прошел ожидая пассажира пешеходная переполнена граница на часах 6.26 граница полностью пройдена после пересечения границы въезда в Абхазию на своем авто не забывайте оформлять местная сага российская здесь не действует потребуется от 1000 рублей и более хорошего отдыха ваше 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 По пути решил сделать остановку на белых скалах, там вот они внизу, сейчас мы спустимся. Как видите, вот такую вот табличку, перечеркнутую Сандривш. Вот прям за ней лестница вниз. Попадем туда вот. Спуск тут немножко усложнен. Но оно того стоит, тем более это первая достопримечательность по пути. Прямо от дороги буквально в 50 метрах можно по камням полазить. Место-то какое симпатичное, посмотрите. Дело к закату идет. В Адлере особо не снимал. Там свои хлопоты, хозяйственные вопросы. Мне особо это интересно. А так вот зацепить что-то красивое по пути, вот это всегда пожалуйста. Народ отдыхает, купается. Фотосессии. Или вот так просто на камушке посидеть. Такое вот уникальное место. С белыми скалами. Адлер в той стороне остался. Вечерняя прогулка. Стадион. Рядом корпус парк-отеля Олимп. Тишина. Вечера очень комфортные. Без жиры, без духоты. Приятно пройтись, прогуляться. Видео на этом завершаю. Что-то удалось за этот день. Весьма такой суетливый для меня. Очень много за рулем. Что-то удалось снять. Ну, вам показать. Если чем-то было интересно, полезное видео, то пожалуйста, палец вверх. Поддержите. Оставляйте комментарии. Делитесь. Ну и подписывайтесь. На ютубе есть. Пока еще и на дзене. Думаю, что через какое-то время дзен станет основным каналом. С вами был Лев из Абхазии. И немножко из Адлера. Всего доброго. С вами был Лев.